Итак, ребята, это не какой-то кликбейт, это действительно будет самый сложный выбор в моей жизни Жизни внутри FIFA Я думаю, что все поняли, о чем идет речь Это карточки обмена, которые я собирал уже на протяжении, получается, двух месяцев, а то и больше Угробил на это мероприятие миллион тысяч часов, миллион тысяч нервных клеток И осталось сделать последний выбор Вьера или же Эсиен Или же просто открыть какой-нибудь пак и въебаться в стену Да, конечно, мне приходили вот такие вот скрины в группу, где чувак открыл пак, ему упал кровь Но при этом я помню стрим кефира, где за такие карточки обмена ему упал вот этот вот молодой человек Допускать его в ошибку, конечно же, не хочется Риск, возможно, будет неоправданный Поэтому, скорее всего, я возьму кого-то из этих челиков Серьезно, вот сейчас идет запись видеоролика, я до сих пор не знаю, кого брать Эсиена или Вьера Эсиен, естественно, по статам выглядит поинтереснее, но рост у него не такой выделяющийся Метр семьдесят семь для опорника, это такое себе Но при этом все мы помним Канте, который выжигает центр и, в принципе, справляется с своей задачей На стороны Вьера это линки плюс рост Линки, которые в будущем, возможно, помогут как-то перестроить Мбаппе и дать ему сыгранность Или же просто психануть и квиксельнуть нахер все эти карточки Все, отправляю двоих челиков, получаю 200 монет Отправляю следующую пачку Ну и третий комплект также улетает Блядь, ей спортс, ну ей спортс Ну что вы хотите от меня? Почему вы вечно мучаете меня вот этим вот говном? Зато у нас есть второй состав будущих звезд Попытка номер два Да блядь, вы серьезно? Ну вы что, угораете что ли? Почему у меня нет возможности сразу очистить этот гребаный состав? Такая возможность имеется в СБЧшках Почему нет ее вот в основном складе? Это же было бы очень удобно Нет, я должен поодиночку вот так вот и убирать игроков Аллилуйя, с третьей попытки у нас это получилось И мы смотрим, уолкаут, икона, гана О боже, это же прайм эсьена, 90 рейтинг Да и вообще, что я постоянно ругаю ей спортс Давайте я их похвалю за то, что они практически бесплатно дают нам икону Которая стоит полтора миллиона Да, на это уйдет много сил и времени Но так или иначе, спасибо ей спортс Реально, это классный подгон Вот видите, я не такой уж и хейтер и спортс Я умею благодарить их за хорошие вещи Единственная странность, которая заключается в этой карточке То, что у нее нет никаких специализаций и талантов В то время, как у Веры их по 2-3 штучки Ну вот сами посмотрите Но при этом, у Бэйби версии эсьена есть специализация лонгшот текер Как такое возможно? Вот просто объясните В молодости он пиздец, как охуенно лупил лонгшоты А в самом расцете сил, в прайм версии, у него нет никаких специализаций Что это за бред? Такую же странность вы можете заметить на многих карточках Например, карточка Гризмана У базовой, там миллион талантов А у рейтинга 90, которая по идее должна быть лучше Вот так вот Ну как так получается? Я вот не могу понять Может быть вы мне объясните, как это работает Также, между слов, ребята, я собрал Даниэля Джеймса Выглядит она неплохо, но вряд ли он сместит Адаму Траоре Итак, ребята, сейчас на часах 18.30 Ну и перед тем, как мы продолжим, хотелось бы вам напомнить о моем личном сайте с продажи монет PandaCoin Ссылочка будет в описании Переходите и закупайте монетки Ну, в общем-то, ребята, вышла вторая пачка Даже рейтинга 83 нет Вау, первые щитки Буфон 83 рейтинг Я безумно рад Опять волкаута нет Вау, первый волкаут И кто же это? Германия Цапник О, боже мой Это Томас Мюллер Еще один волкаут Может быть здесь нам повезет? Бразилия Бразилия, почему вратарь? Мне хоть... Алисон Алисон Испания Там вроде годных волкаутов нет Хотя Рамос, может быть, нет Это все лишь пике Ну, в общем-то, этот кошмар закончился 12 тысяч фа-поинтов Лучший Алисон Пойдемте зайдем Теперь сделаем фаст-обзор На вторую пачку будущих звезд А семьяна можно выполнить в заданиях И эта карточка смотрится круче, чем базовая карта МП Поэтому этой карте я определенно ставлю плюс И я ее обязательно соберу КХРФ Я всерьез не воспринимаю центральных защитников У которых сила 79 Поэтому для меня это минус Малин Интересная карточка Сила 85 Скорость хорошая Но Викфут тройка для нападающего нет Икона, икона 4 на скиллах 4 на Викфуте В принципе, такая сбалансированная карточка На цапнике Почему бы и нет? Хотя лонг пассинг 77 ХЗ Скорее его на форварда можно поставить Ну, почему бы и нет? Этой карточке я бы плюсик поставил Филиппе Статы вроде годные Скорость 86 Для центрального защитника Это довольно-таки круто Но стамина 68 Вот у каждой карточки есть какой-то изъян Который можно придраться Томори Вот это вот интересно 88 пейс для центрального защитника Статы довольно-таки сбалансированные Рост метр 85 Сила 89 Этой карте я ставлю определенно плюс Сар Игрок из Лиги 1 Викфут двойка Это сразу до свидания Минус Даже несмотря на то, что статы в принципе у него неплохие Но при этом у меня игра это Дама Траура с двойкой на Викфуте Дани Олмо 88 рейтинг Испанец На ЦП не поставишь А вот на Цапнике может быть даже и зайдет 4 на финтах 4 скилл мув Ну, этой карте я ставлю плюсик Довольно-таки симпатичные статы Телеманс 88 рейтинг Статы вроде сбалансированные Но сила 73 Меня немного смущает И деф не самый уверенный Но зато есть пятерка на Викфуте Слушайте, симпатичная карточка на самом деле В принципе, я и плюс ставлю Даже несмотря на то, что он такой Сомнительный персонаж, я бы сказал Худсон Одои ЛМ Довольно-таки быстроногий ЛМ Прошу заметить Тройка на Викфуте Не очень приятно смотрится Ну, и статы, в принципе Ну, вроде норма Вроде, ну, нет прям Чего-то на что ты смотришь и говоришь Бал, поэтому скорее минус Паласиус Аргентинец Полузащитник 4 на финтах 4 на Викфуте Статы плюс-минус сбалансированные Конечно, дефа бы немножко побольше подкрутить Ну, а так, да Пойдет Статы красиво Я бы даже затестил его Вальверде Вот это вот уже Из разряда убийцы 85 Пейс Шутинг 80 плюс Но отдавать практически 2 миллиона Я бы не стал Терней 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 Не знаю, как правильно считается ее фамилия ЛБшник из Арсенала С левым флангом защиты Всегда были проблемы в ВПЛ А тут вуаля Красивая карточка Статы довольно-таки прикольные Ставлю плюсик Ну, и две самые топовые Фьючер Старс карточки Мартинос Ну, как бы тут без комментариев Статы убийцы И тут вам нахер Креспа не нужен Тут я определенно ставлю плюс Ну, и главная машина Которая засверкала в этом сезоне Холланд 92 рейтинг Практически все статы зеленые Не считая там Кроме кроссинга и фрикика Единственное, конечно, огорчает Его Тройчика на скиллах Тройчика на Викфуте Даже если сравнивать с информом Криштиану Роналду У него статы покруче будут Статы, конечно, красиво нарисованы Но будет ли он играть на них Я хз Я, конечно, понимаю Парень на хайпе Все такое, но Это какой-то пиздец Ну, и, в общем-то Вот такая команда Future Stars Пишите свое мнение Что вы думаете про все это дело А с вами был я ПандаFX Спасибо, что смотрите меня Ставьте комментарии Оставляйте лайки И всем хорошего настроения Пока